Каким будет управдом и за что ему придется отвечать? Это обсудили сегодня. Городские власти и старшие по домам Центрального района рассмотрели проект о домовых комитетах. Бурной дискуссии не планировалось, но без эмоций не обошлось. Правда, тех, чья судьба решалась, было немного. Кто-то просто не смог прийти. Да и к тому же некоторые дома бесхозные. В них все еще не выбраны старшие по дому. Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Выражаясь языком другого киношного персонажа, Карлосона, это какая-то дома-мучительница. Конечно, такие старшие по дому сегодня вряд ли кого устроят, но ведь и без них нельзя. Между тем, не каждый решится на такую расстрельную должность. Первая причина в том, что это очень большая ответственность. И не каждый жилец понимает, что вообще необходима значимость этой должности. Поэтому приходится очень часто уговаривать жильцов, объяснять. По указанию мэра в короткие сроки разработали проект по созданию домовых комитетов. Согласно ему, в обязанности старших по дому входит аж 23 пункта, с чем многие не согласны. Что я хочу сказать, вот это положение, которое дали почитать, ознакомиться, да? Что здесь в основном идет перекладка функций жековских работников, управляющих компанией на старших по домам. Мы запишем все ваши предложения и потом доработаем. Будет 2-3 пункта только. Так 10-12 пунктов не будет. И каждому старшему по дому по подъезду будет понятно, чем он будет заниматься. Старших по дому волнует не только их права и обязанности, но и система поощрения. Место им достается очень хлопотное. Я не знаю, со статьи управления жилым фондом или откуда-то люди должны зарплату получать. Хотя бы старшие по дому. Напрямую от управляющей компании получать это будет неправильно. 8 миллионов рублей – это доход управляющей компании. Так вот, если мы даже будем платить 3 тысячи рублей старшим по дому, за 12 месяцев это у нас получится, значит, 5 миллионов рублей из 8 миллионов. Я должен отдавать этому некоммерческому партнерству. Хотя схема выставлена вами правильной, конечно. Но 5 миллионов я отдам, я сегодня не могу повысить элементарную зарплату своим специалистам. По денежному вопросу мнения городских властей и управляющих компаний разошлись. Время урегулировать его еще есть. Окончательное решение по проекту примут после того, как выслушают предложение старших по домам автозаводского района. Сейчас известно одно, что к 1 марта любыми способами в каждом доме должен появиться старший. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека. Елена Портнова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережная Челны.